с добрым утром всех с добрым утром я приветствую вас на зарядке думаю что связь прекрасно и вы меня слышите отлично новым днем с классным с классным днем всех поздравляю ну и приветствую на зарядке сегодня пятница и традиционно мы встречаемся уже в эфире все 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 мне так всегда нравится когда мы собираемся в прямом эфире и вот чувствуешь друг друга это про просто просто класс ну что как там закружилась завертелась ваша жизнь написали уже я вчера когда я много где уже встречала этот ролик и они такие все были чуть-чуть какие-то такие разноплановые такие какие-то а этот меня вчера прям ну настолько сильно поразил настолько он прям сразу такая все это будет это о нас потому что там именно одна девушка роликов было много когда там кто-то там несколько человек что там а это именно одна девушка и в такой кайф и ей так все нравится и ей так все класс поэтому когда я увидела и говорю ухты это точно жизнь закрутилась завертелась как мы говорим с вами всегда так круто закрутилась завертелась наша жизнь с нашим фондом как круто завертелась все у тебя с сообществом нашим ну и вообще как стало интересно жить поэтому это видео мне почему-то прям так очень четко дала дала это такое знаете такое это 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 точно как у нас все поэтому можете заходить на канал сегодня вот сразу после зарядки прям все 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 можете заходить на канал и писать там а как же закрутилась как же сейчас крутится вертится вся твоя жизнь что такого супер интересного стало происходить как сейчас вообще ты проводишь свой день ну вот все вот такого плана поэтому пишите или можете там свои какие-то прикольные подписи может быть у кого-то там будут самые прикольные подписи к этому видео и все что касается тебя может быть ты себя там заметил или узнал ну я себя там узнал вот и знаю что очень многие сейчас уже даже присутствующих кто там себя узнал есть такие напишите сейчас в чате кстати очень очень интересно кто сейчас такие или вы там уже комментарии пишите наверное да или что делаете пятница все таки вот это у нас итог недели а итог недели да вот такое как закрутилась завертелась твоя жизнь ой кто-то пишет здесь личные сообщения ребят можете поставить так чтобы все видели ваши сообщения там где отправка не только мне в личку а и чтобы видели все так а я сейчас это на канал посмотрю комментарии ух ты ух ты ух ты ой там что-то много там даже кто-то пишет так сейчас секунду опа есть все посмотри не буду больше отвлекаться уже на телеграм буду теперь смотреть комментарии только здесь потому что конечно знаю что вы там уже их строчите строчите пишите ну что завертелось закрутилась твои жизни и закрутилась завертелась жизнь каждого и сегодня очень классный день чтобы как раз описать все как у тебя все сейчас свертится кружиться как сейчас все у тебя круто происходит как сейчас проходит твой день и как ты сейчас живешь интересно, потому что мы обязаны жить интересно, мы обязаны проживать свою жизнь максимально эффективно, чтобы наша жизнь была прекрасной, ну и вообще, чтобы она была максимально такой насшибательной, яркой. Мы просто обязаны проживать свою жизнь именно так, ярко, классно, в удовольствие и в кайф. Так, Елена пишет здесь, что я тот, кто в одиночку крутится на карусели, а все спокойно сидят. Да-да-да. Ну, кто с нами хотя бы один раз где-то попутешествовал или был с нами на какой-то тусовке, тот точно знает, что нас всегда заметно, мы всегда заметно и нас всегда видно, ну вот, невооруженным глазом. И ты можешь попасть в огромный отель, где будет куча людей, ты будешь идти встречать разных тоже людей и будешь сразу понимать, кто из них меркурианец, потому что мы издалека светимся просто, мы отличаемся, мы такие кружимся, мы такие все, нас видно, нас заметно. Да? Согласны? Да, так и есть, пишете. Конечно, все. Все знают, кто уже такой хоть раз попробовал, все знают. Кто-то пишет, а что ты за видео не видела? Где можно увидеть? Видео можно увидеть у нас на главном телеграм-канале? Заходите, подписывайтесь. Значит, смотрите, у вас есть у каждого в кабинете ссылка на главный телеграм-канал. Зайдите, подпишитесь, потому что там подписано такое маленькое количество людей на фоне всех нас, и, как оказывается, даже не все, кто на зарядке уже, кто уже на зарядке, и даже не все еще среди присутствующих подписаны на канал. Поэтому это надо срочно исправить, и заходите все подписывайтесь. Кстати, сегодня классный день, чтобы напомнить всем нашим участникам о том, что надо подписаться на телеграм-канал. Вот прям берешь, скидываешь ссылку телеграм-канала, можно сделать это прям в кабинете. Вот вы можете делать рассылку сообщений прямо в кабинете, и напомнить, что у каждого есть ссылка на телеграм-канал, только ссылки не раскидывайте. Напомните, что у каждого есть в кабинете, там прям опишите, где эту ссылку каждый может увидеть, и перейти по ней у себя в кабинете. Мы помним, что мы на всякие разные там ссылки из разных сообщений мы нигде там не щелкаем, поэтому не приучаемся вообще нигде щелкать. У нас всегда, все, что касается нашего сообщества, нашего фонда, у нас всегда вся информация официальная есть в кабинете. И ты из кабинета можешь попасть в официальный канал, где ты будешь терпать всю официальную важную информацию. Вот так. Поэтому лидеры могут сегодня напомнить всем, что подписаться на каналы, и все увидят видео, и все напишут, ну как же там завертелась ваша жизнь. Мне прям интересно прочитать, как у кого там сейчас все кружится. Можете скидывать ваше видео, ваши фотки в комментарии, скидывайте в вашу жизнь. Это тоже очень важно, чтобы в комментариях были вы. Знаете, как интересно? Во-первых, очень интересно рассматривать каждого еще, кто пишет классные комментарии. Я сразу захожу к нему в профиль. Смотрю, он такие сторис еще прикольные делает. Я такая, опа, так, заметила. Галочку себя поставила, да. А когда вы будете скидывать еще свои видео, как круто у вас там все происходит в жизни, ваши фотки. То есть сейчас это именно вот этот момент и вот этот пост именно о том, что можно скидывать все ваши видео. Что вы там сейчас делаете, что творите, что куролесите, что происходит интересного у тебя в жизни, чему ты очень рад и счастлив. Вот скидывай прям видео, прям фотки, прям целые тексты, описания. Все должно быть это в комментариях. Окей, договорились? Окей, хорошо. Ну что, вчерашний день, он был, конечно, у нас прям такой вау-вау, да. Я вчера прям ну, то есть день был такой, у меня он был такой какой-то очень насыщенный разными событиями. Сегодня мои дети еще поехали в лагерь, то есть всяких там собирать. Кто-то там еще там думал, ну, то есть такое вот, знаете, такая всякая такая какая-то такая суета и все. И потом я такая, сегодня же шестое число, сегодня же оказывается новолуние, шестое число, шестой месяц. Потом смотрю, что уже там целых 50 минут, как все уже свершилось. Я такая, надо же сегодня успевать сделать себе пополнение потоков, прям какие-то, какие-то сверх дату запечатлить, сверх числа. Поэтому я вчера запечатлила себе очень много дат в разных потоках. Например, стартовый поток, шестое число, шестое месяц 24-го года, вот почему, почему бы и так сделать? Шесть, шесть, двадцать четыре, на шесть тысяч шестьсот двадцать четыре евро. Новенький стартовый у меня еще появился. Хорошо, всем тоже рекомендую, потому что стартовый, ну, мы все уже о нем знаем, там, вообще о нем все понятно. Просто бери и фигачь, потому что мой итог недели также, он сейчас озвучен на зарядке, что все, кто хотят, те могут. Мы сейчас с вами поговорим немножко еще об этом и придем к итогу. Поэтому у меня вчера был вот такой вот стартовый, новенький, запечатлеть дату. Дальше, в растущий поток, думаю, конечно, надо же тоже себе шесть, шесть, двадцать четыре. Сделала я оплату сразу из копилки. Ну, в копилке у меня было гораздо больше, но, думаю, хорошо будет эта сумма, шесть, шесть, двадцать четыре, и себе тоже сделала. Кстати, из копилки оплата проходит просто мгновенно. Я всегда так люблю, мы с вами как раз на этой неделе разговаривали, как удобство нашего кабинета, как все быстро вот летит, работает, как удобно, когда есть копилка, и все возможно там оттуда прям делать сразу в разные потоки. То есть можно из одного потока оплачивать разные абсолютно. Стартовые пополнять, накопительные себе, растущие, быстрые делать. То есть все можно делать из одного потока. Так, ой, кто тут у нас такой художник? Сейчас, секунду. Зелененький взяли, молодцы. Хороший цвет, красивый. Тут красненький, да? Все наши цвета. Зеленый это цвет растущего потока, красный это цвет стартового потока у нас. Ну, классно. Ну и синий. Ну, синий это все понятно, это тоже хороший очень цвет. Вот, поэтому себе зафигачила еще растущий поток. И потом смотрю, такие все. Хм, а что это мы сидим? Кто вчера тоже успел отличиться? Я знаю таких. Кто у нас сейчас на связи? Знаю Галину Денисенко, которая тоже вчера решила отличиться, запечатлеть себе число и дату. Да, Галина? Привет, привет, ты на связи? Включай микрофон, если ты на связи. Можно включить. Так, где-то нет. Дальше у меня Юлия Якуня вчера очень хорошо отличалась. Юль, ты на связи? Давайте, включайтесь. Пятница – это не время расслабляться. Пятница – это вообще офигенный день. Все включаем микрофоны. где вы там сидите где-то, наверное? Конечно, наверное, на бирже там и каренсис покупаете. А я тут вот эту вот зарядку, да? А вы там… А Ира отжимается, а мы и каренси покупаем. Привет. А я потом такая после зарядки зайду, а они уж там не то, что там два с копейками, а уже там три евро будут. А уже 3.15. Ну, конечно. Но это же будет, Ира, но это же будет, потому что это неизбежно, и это так круто. Да. Я каждый раз об этом думаю, думаю, боже, ну что, 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 на какой ракете мы летим, куда, так круто. И замечательно. Я тоже вчера подтянула все свои… Вера Картинец, у нас отличилось вчера вообще шикарно. Верочка, рассказывай. Я уже не помню. Потому что я… Смотрите, почему я там что-то могу забыть. Потому что я постоянно это делаю и уже особо, ну как это, там прям сильно не запоминаю цифры. И признаюсь честно, вот Ира, тебе честно признаюсь и всем признаюсь. Вот лежала в копилке, накапливалась, накапливалась в растущем потоке. И я каждый раз, когда там утром нажимаю кнопочки по всем кабинетам, все прошлось, начистила, тра-та-та, стартовые пополнила, и каренси купила, быстрые перезапустила, новые открыла. И дохожу до растущего потока, нажала на «Чистить», а там лежит сумма, круглая, большая, прекрасная. И я такая, так, надо решить, что с ней делать. Ну хорошо, потом, сейчас некогда, потом. И вот это «некогда потом», честно скажу. И спасибо таким прекрасным датам и… Ну даже не в датах дело. Дело в том, что мы, когда все вместе вдруг решаем что-то делать и начинаем делать и запускаем вот эту волну. Я делала, я делала, я, я, я. А вот у меня поток запустился, а вот у меня. А я такой, а я такой. И я такая уже, хопа, концентрация внимания, минуточку, да, а ну-ка, что-то все делают. А что же это я откладываю? Или что же это я все время потом, 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 потом? Ну вот, я вчера там запустила еще стартовые потоки и на европлатформе, и на польской платформе. И запустила растущие, перезапустила там быстрые. Короче, вчера был такой бурный финансовый день. Я смотрю, что у всех это происходит. Друзья, кто еще не подключился к этой волне, подключайтесь, потому что здесь огромная сила. И даже если вы там что-то переживаете, ой, хватит, не хватит, будет, не будет, будет, все будет, нам все хватит, вы главное начните, понимаете? Если в эту речку не вступить, то, ну, ножки не промочишь, понимаете? То есть, ну, все, нужно в эту реку окунаться и с нами вместе, дружно, короче, по течению в море любви, в море достатка, в море просветания вас точно эта речка вынесет. Ну, или пока у вас там ручеек, неважно, начинайте, начинайте. И ничего не бойтесь, потому что, ну, все, все, что нужно, все придумано, все продумано, все организовано, все происходит. То есть, мы точно знаем, куда вас направить, но главное, не сопротивляйтесь. Вот. Итог недели. Не сопротивляйся, принимай. Принимай, участвуй, действуй, как это, греби. Ну, наслаждайся жизнью. И если у кого-то еще вдруг, ну, не так вот прям все как у других еще там ярко. Ну, начинайте об этом думать, начинайте об этом размышлять, начинайте, как это, знаете, как прикладывать к себе, да. Вот посмотрел картинку, ага, а ну-ка я приложу к себе, а ну-ка я себя в эту картинку помещу и посмотрю. Знаете, кстати, ну, тоже еще, что меня, как это, улыбает? Прошел там год или два, я уже тоже сбиваюсь со счету. А у нас же какие-то события происходят. Вот надо их, действительно, нужно их фиксировать, нужно их это запечатлевать, потому что проходит время, и тут однажды, ну, короче, когда в один момент Марина Борщ мне сбрасывает в личку видеоролик, кстати, зайдите у меня на Телеграм мой, на Телеграм мой аккаунт, и полистайте сториз, там вы найдете ролик, я не помню даже, как это певица называется, ну, короче, нам эти ролики делали подарок на очередную годовщину Меркурия в Киеве, когда был локдаун, а мы, как не все остальные, в шикарном ресторане, в центре Киева праздновали, и было очень весело, и нам, ну, наши, как это, аниматоры, да, ну, забыла это слово, для взрослых, для детей аниматоры, ну, пусть будет для взрослых тоже, они нам подарили несколько роликов, там, где наши топ-лигеры, и, короче, мой ролик, он такой был про миллион долларов, про этот, про ванну, и он, зайдите, посмотрите, вас улыбнет это, и Марина мне присылает этот ролик, и в этот день e-currency, я такая посмотрела, сколько стоило e-currency тогда, ну, вообще, там, меньше цента, а в этот день, когда Марина прислала этот ролик, e-currency стоило уже полтора доллара, друзья, а сегодня, вот, я прям посмотрю, в какой день я опубликовала этот ролик, а сегодня это уже практически два доллара, ну, то есть... Вера, таких практически два, уже перешагнула за два доллара на бирже. Да ты что, боже мой, видишь, я... Я же тебе говорю, я до зарядки смотрела, и, конечно, говорю, все там пошли, хотя бы по два доллара еще скупите, карте. Вот, вот, перешагнула. Я помню этот твой ролик с этой ванной, денег, конечно. Да, да, миллион долларов, миллион долларов. Так, расскажи. Я не помню, что там. А ну расскажи, насколько ты вчера растущей пополнила у себя из копилочки? Ирочка, я... Я помню, просто я помню. Сейчас скажу. Ну, так скажи, потому что я не помню. Ребята, на секунду, чтобы вы понимали. У Веры Хопчинец всегда легко в копилочке лежит куча денег, и тут у нее легко лежит там много-много. И потом она такая решила, а пополню-ка я себе растущей на 24 тысячи евро из своей копилочки, которая у меня есть в растущем. Я такая смотрю, Вера такая Хопчинец, 24 тысячи евро. Думаю, не плохо так человек празднует 24-й год. 6 июня. Ой, так там еще осталось. Ну, конечно. Я же тоже слушаю рекомендации топ-лидеров, которые там стратегии разные, это Алексей Юсуков, там какой-то стратегии. Думаю, блин, мне некогда разбираться. Ну, ладно, Леша разобрался, значит, пусть так и будет. Хорошо. А оставила еще копилочки, чтобы, как там, процент начисления не снизился до нолик чего там, до ноль трех и так далее. Ну да, да, да. Потому что, когда ты разумно берешь из копилки в растущем потоке, если брать все полностью, ну да, оно как-то так, знаешь, сразу тебе... А если ты берешь по чуть-чуть оттуда, то вообще незаметно. То есть ты и пополняешь себе поток, у тебя в потоке становится больше, начисление увеличивается, конечно, сразу. И в твоей... Ну, в копилке еще остается, значит, что твое начисление не откатится до ноль три, оно останется на таком где-то нормальном уровне. Потом смотришь снова, сколько начисляешь, такой, ух ты, классно-классно. Вот, я вчера... Да, Вера, по твоему, кстати, вот с копилкой по растущему, я же тоже вчера туда зашла, там сделала, там сделала, и потом на секундочку захожу такая в поток кэш, тоже же там растущий поток, думаю, так, надо растущий поток тут еще же пополнить себе. И такая пишу цифры, и знаете, и смотрю, а там же много цифр получается, и она такая, что, типа, ух ты, там миллионы, да, много цифр, блин, а потом переводишь это аж, если там на евро, это как-то и не так уж и много получается. И я такая смотрю себе на свой растущий, думаю, ну, я же его там тоже регулярно там как-то пополняю, что там беру из копилки, что там беру потом из сберкассы туда. И такая смотрю свою историю, думаю, блин, а когда это я его на крупную сумму, последний раз пополняла такая, думаю, давненько такого не было, ну, давненько, а мой муж такой сидит еще рядом прикалывается, говорит, ну, да, ты хоть людям такое не скажи, это давненько в твоем понимании. Это пару недель, а у кого-то это там полвека, например. Я же такая злюрю, так, слушай, что это я тут сижу? И такая, хоп-хоп, захожу потом в калькулятор, думаю, так, растущий пополнит, и ты, такая, смотрю, 600 тысяч. Как, что-то вообще, вообще что-то ни о чем тут. Потом такая, шесть миллионов рублей, думаю, ух ты. И я такая сразу, сколько я получу, да, такая, читая вот здесь, например, на 16 миллионов. Я такая, а 16 миллионов рублей, это сколько? И такая себе, посмотрите, посмотрите, да. Ну, у меня муж все сразу мне очень легко переводит в машины, то есть он говорит, что там, вот сейчас ты делаешь вот 60, это там рейндж-ровер такой маленький эвок, а вот уже 16 миллионов, это уже такой рейндж-ровер большой, такой, такая, а, понятно. Я говорю, так вот, как можно быстренько от маленького эвока перепрыгнуть там на большой, крутой, там, с какой-то классной комплектацией. Я такая, ммм, конечно, и такая тын, надо делать. Поэтому вчера свой растущий тоже фигануло. Думаю, что это как-то я так сижу, сижу себе там. Вот, потому что цифр-то много, а оно кажется, что, вот. Вот, и поэтому вот моя оплата, ой, это я еще делала запись экрана, такой у меня тут скрин, видите, прям во время, я когда, иногда я люблю, когда делаю взносы, я там еще что-то рассказываю, иногда я публикую, но зачастую я забываю потом публиковать это в YouTube, и вообще я как-то обращаю внимание, что эти ролики как-то больше всем моим подписчикам нравятся другие ролики, чем когда я делаю взносы. Но ничего, зато в Телеграме наоборот. Вот, кстати, ребят, подписывайтесь на мой YouTube-канал и на мой Телеграм-канал, обязательно, прям сильно-сильно, надо-надо. Вот, поэтому вот, сделала себе оплату, такая сразу, как красиво, как хорошо. Так что понимаю, вчера все наше состояние, и да, вот когда происходит вот такой день, что ты делаешь, ты делаешь, ты, и ты вот в этой волне, и ты такой просто класс, да? Так, кто у нас тут уже на связи появилась? У нас Юлия Якуня, Галина Денисенко. Кто еще там у нас вчера захотел отличиться? Нету, нету. Галина Денисенко. Вер, а Галочка там еще не в Варшаве уже случайно? А то я знаю, там вы будете ходить по крутым ресторанам. Нет, мы будем в этот раз, мы будем ходить по крутым ресторанам в Кракове. А, в Кракове. Да, но еще нет, потому что там очень красиво, очень красивый город, очень красивый исторический центр, и там очень тоже много классных ресторанов. И, кстати, я впервые в Мишленовском ресторане побывала в Кракове. Ну, вообще, мой первый Мишленовский ресторан, это был Краков. Благодарю, благодарю, благодарю. Поэтому все будет происходить там, у нас такая не сильно длинная будет там встреча, не там 3-4 дня, а где-то 2 дня, наверное, получится, да. Ну, и всех, кто рядышком, приглашаю, будет интересно. Мы встречаются, получается, у нас три топ-лидера, Марина Борщ, Галина Денисенко. Ну, Галина Денисенко была, как это, эпицентром этого с собой те, потому что вокруг нее все закрутилось. Мне так нравится, когда так происходит. И можно присоединиться. Я там буду, будут лидеры, которые в Польше, может быть, кто-то приедет из других стран. А, у нас из Израиля летит участница навстречу эту. Ну, так что, друзья, тусонка будет, как всегда, веселая, радостная, полезной. Поэтому присоединяйтесь. Кто-то летит, Хила летит или кто? Ну, это Марина Бохер, но это ее команда. Ива, ты летишь сейчас навстречу? А ну, скажи-ка. Прямо тут аж заинтриговали. Посмотрите, сколько новостей тут на зарядке. А я тут на биржу захожу, конечно, не знаю новостей. Марина, Ирина, привет. Приветик. Я бы поехала, если бы я об этом знала. А, ага. Я об этом слышала. Так мы, смотрите, мы об этом, мы об этом на... Узнали вчера, с ветером. Нет. Об этом мы уже... Уже объявление в польском чате было уже, не знаю, наверное, вторую неделю оно уже крутится. Потому что я на прошлом сезоне четверг об этом мы объявили, написали объявление недели. И вот уже на этот четверг, это уже вторая прошлая неделя. Поэтому информация есть. Да, информация есть. Да. Верочка, дорогая, всегда получаю удовольствие тебя слушать. У меня к тебе одна большая просьба. У меня есть возможность сегодня взять самолет и поехать. Поэтому всегда сообщай, где что, даже, может быть, не лично. У меня все готово. Есть три чемодана. Из трех мне нужен только один. Я просто беру самолет и просто еду. Очень возможно, что у меня есть очень будущий лидер. Она едет с семьей. Я это выясню. Может быть, она для меня делает сюрприз. Она там будет. Зовут ее Наташа. Она едет в Краков. Она едет в Краков. Ну что, прилетай в Краков. Тоже мы будем все там. 12-13-го числа. Ну, 12-го у нас уже прям мы все встретимся. Можно прилететь 11-го. Там чуть-чуть освоиться, погулять. И это можно. Ну, так нет проблем. Все. Ну, так все. У нас завтра все закрыто. После завтра заказывают билеты. Мы встречаемся в Кракове. Отлично. Вагон времени до 12-го числа. Смотрите, как это все происходит в режиме онлайн. Прямо здесь и сейчас. На ваших глазах. Как легко, как быстро, как это возможно. Вот 5 минут назад Хила узнала о том, что, оказывается, будет тусовка в Кракове. Оказывается, там будут люди, которые ей интересны. А мне все время интересны. Только приглашайте меня. Я не знаю, куда ехать. Приглашайте меня. Я все. Я только что вернулась. Купила себе красивые шмутки. Думаю, если меня пригласят куда-то ехать. Я все готова. Хила, смотри. Я тебе прямо сейчас при всех, сколько у нас тут участников? 500? Даже больше, да? Потому что я знаю, что много людей по двое, по трое слушают. Я прямо сейчас при всех объявляю тебе открытое приглашение на все наши встречи. Вот хорошо. Приглашаю еще. Одежда у меня есть, купальник у меня есть, три чемодана у меня есть, хорошее настроение есть, деньги, слава богу, есть. Получила с банка золотую карту. С банка получила золотую карту позавчера. Так что золотая карта тоже есть. Еще одну, как евреи говорят, ехать надо. Надо, надо. Все, мы тебя ждем. Приезжай. Короче, 12 июня. Это вот уже в этом месяце. Увидимся и классно проведем время. Это прекрасно. Ну, хорошо. Найди меня в Телеграме, все данные, и я все возьму, чтобы все показать. Вот видите, как классно. Вот видите, все, кто хотят, могут, могут все. Знаете, вчера мне еще, когда мы вот, я начала этот движ, да, такой вот, и когда я себе запустила в растущий туда 6 миллионов, и потом кто-то там написал, я не помню, на каком именно канале или и под каким именно постом, кто-то написал комментарий, вот это я понимаю смелость и доверие к фонду. И начну с конца этого комментария. Доверие к фонду, ребят, безусловное. И это могу сказать всем. Что такое наш фонд и наше сообщество? Это мы сами. Какое у тебя доверие к тебе самому? Что ты будешь делать? А как ты будешь? Все. То есть у меня к себе абсолютное, безусловное доверие, потому что я знаю, что я всегда буду развивать наш фонд, всегда буду развивать наше сообщество. Поэтому здесь всегда все будет охрененно, потому что я так придумала для себя, дорогой, любимой. Все. И доверие к фонду, поэтому тоже безусловное. Понимаете, вот дальше смелость, как говорят, вот это смелость. А теперь давайте начнем сначала. О чем мы всегда говорим с вами? Да, будьте смелыми, наконец-таки, жить офигенно. Что, смелость запулить 6 миллионов рублей? Да какая тут нужна смелость? Да никакую кнопку нажал себе и пошло. Ну, это же деньги, это всего лишь деньги. И тем более они у тебя есть в кошельке. А другой вопрос. Смелость жить офигенно. И вот опять возвращаемся к истокам. О чем мы всегда говорим? Что, ребята, разрешите себе жить офигенно. И будь смелым жить круто и классно. Вот в чем нужна смелость. Потому что все остальное там как-то там. А вот смелость действительно заявить, что я живу обалденно. Смелость и смелость заявить миру и всем остальным, что все, это вот моя жизнь. Я написал себе сценарий своей жизни. И она у меня будет вот такой, вот такой, вот такой. Смелость разрисовать себе в жизни все просто такое самое лучшее. И да, этому надо учиться. Этому можно учиться очень легко. И просто делать изо дня в день. Смелость разрешить себе. Поэтому не нужна смелость, чтобы запулить 6-10 миллионов, больше там миллионов. Нужна смелость, чтобы жить офигенно. А там всего лишь, в чем была смелость? Я увидела, сколько я получу? 16. Извините меня, или маленький какой-то рендж эвок, или большой, с полной комплектацией. Я знаю разницу. Этих двух автомобилей. И, конечно, она ощутима. И визуально, и вообще на ходу, как все это происходит. И такая, офигеть, конечно, я так буду делать. Поэтому тут тоже просто включай. Нужны тебе деньги или не нужны? Тут как бы смелость. Просто нужна на то, чтобы у тебя были эти деньги, чтобы ты был готов к этим суммам. И знал, что дальше с ними делать. И ты пускал их на свою жизнь, чтобы у тебя все было классно, комфортно в жизни. Поэтому вот, Верочка, скажи, пожалуйста, по поводу смелости. Что, нужна смена, чтобы зафигачить там 24 тысячи евро в растущие? И плюс, еще что мы делали? Я там туда делала. То есть, ну, вчера, наверное, там суммарно тысяч на сто точно. То есть, если вчера так взять суммарно, ну, даже, наверное, сто с копейками. То есть, только вчера на пополнение, вот такое, просто спонтанное. Это были новые потоки, новые старые. Это ничего не было такого, знаете, регулярного, потому что все регулярно, и я и так делаю утром. Ну, такое-то было такое спонтанное. Думаю, а что-то я сижу. Надо фигачить. Вера, ну, расскажи чуть-чуть. Вот, про смелость. Да. Я вот сейчас начинаю вспоминать. Я помню, когда у меня, это даже, знаете, как не смелость, а именно вот это преодоление какого-то рубежа. То есть, оно как-то аж дух захватывает. Но это было раньше. То есть, я помню, когда я делала первый стартовый поток, ну, обычные были там 100, 200, 500, там на тысячу. Ну, вот, как бы, уже их там много было. А потом в какой-то момент, короче, такой раз и 5 тысяч, да, то есть, и оно было не страшно. А это было, знаете, как вот, так как бы подошел, и вот преодолеть это нужно, да, то есть преодолеть, потому что такой, ох, ну, как дух захватывает, и такой, ох, ох, и сделал. Ну, в общем, когда я запустила первый раз на 5 тысяч евро стартовый поток, вот тогда были такие, ну, яркие эмоции. И я такая, хух, это как, знаете, как можно описать, как вот переход на следующий более высокий, более такой интересный уровень. И, ну, не знаю, такое расширение произошло. То есть, как-то, ну, как-то мне показалось, что я больше стала, как-то вот плечи расправились. Ну, это вот я ярко запомнила. А сейчас это уже, ну, вот, ну, классно, ух, улетели в этот поток, еще и каруси, и такая цифра прикольная получается. И оно вот как-то, ну, по-другому уже эти ощущения. Но это не страшно. Это, ну, точно не эта эмоция, точно не эти ощущения. А вот то, что ты говоришь, Ира, по поводу, а что за этим стоит, а что это, какую возможность следующее это откроет, вот это да, вот это прям, ну, прям интересно-интересно. А как же это будет? Друзья, попробуйте, попробуйте выйти за пределы, за рамки своего обычного, своих обычных действий. Особенно если, друзья, если у кого-то еще до сих пор лежат деньги где-то там в том бочке или под матрасом, условно, или, не дай бог, еще на каких-то банковских счетах. Поэтому, ну, то есть, это именно сейчас вам такой большой сигнал и такой, знаете, не звоночек, а такой колокол. Бэм, бэм, бэм. Для тех, кто ждет сигнала от Вселенной. Вселенная, подай сигнал, подай сигнал там или подай знак. Сегодня это мы, сегодня это мы. Мы такие бэм, бэм, не знаю, снимайте эти кастрюли с головы, идите и что-то делайте со своими деньгами, запускайте их в потоке, запускайте эту радость себе в жизнь. Ира, ты права на 100%. Нужно еще иметь смелость ярко жить. Нужно еще иметь смелость не деньги запускать в потоке, а потом жить на эти деньги, понимаете? Потому что, ну, там, пойти и, ну, честно, вот я не хвастаюсь, я просто хочу вам сказать, что мне некогда готовить. Я люблю готовить, но мне некогда это делать. У меня есть более интересные дела, которые я делаю, да, то есть мне безумно интересно это развиваться, развивать команды, развивать лидеров, открывать какие-то новые знания. Вот это мне интересно. Поэтому, ну, зачем мне деньги? Для того, чтобы, вот я сейчас сижу уже красивая такая, я иду завтракать, я иду завтракать в самое лучшее место, которое я себе тут присмотрела и выбрала, да, самую вкусную еду. Точно так же я ужинаю. То есть, ну, круто, когда еще в компании с кем-то. Вот попробуйте представить себе такую жизнь. То есть, да, у меня есть посуда, да, у меня есть там всякие разные штучки, но мне некогда готовить, понимаете? И, ну, все. И выбирать самые лучшие места, выбирать самые вкусные, самые интересные, которые там, рецепты. Или там, если путешествовать, то путешествовать, выбирать самые прекрасные маршруты. То есть, самые интересные там какие-то страны и все остальное. Да, мы так всегда говорили. Это для этого нужны деньги. И деньги не только в их количестве, которые просто лежат, а еще нужно время, чтобы и вот эта смелость, о которой говорит Ира, время и смелость, чтобы их тратить и красиво тратить. И тратить, мне даже нравится вот это слово, пожалуйста, включайте его в свою жизнь, элегантно. Жить элегантно, жить, тратить деньги элегантно, не на что попало, а выбирать самое лучшее. Пусть оно там сколько, да. Если честно, вот я вам скажу такой прикол, что самое лучшее не всегда самое дорогое, но ментально мы себе это позволить не можем. Ну, то есть, я знаю очень много разных, извините, забегаловок, которые по деньгам, они стоят даже дороже, чем хороший ресторан. А почему люди идут в эти забегаловки, ну, извините, ну, то есть, бедные люди, да, и оставляют там такие большие деньги? Потому что они не знают, что они за эти деньги могут пойти в шикарный ресторан и покушать там с официантом, с живой музыкой и так далее. С белой скатертью. С белой скатертью, с салфетками, не бумажными, а тканевыми, с красивым интерьером и так далее, и так далее. Почему? Потому что они себе это позволить не могут. Вот я сейчас даю всем такое наставление и такую практику. Где бы вы там сейчас не находились, выберите самый-самый-самый-самый дорогой ресторан, который есть у вас в городе. Или где вы там есть, ну, поедьте туда. Самый элегантный и дорогой, и элегантный. Не забегался. Да-да-да, самый элегантный. Но тот, который вы себе когда-то даже подумать не могли, что вы туда можете пойти и покушать. Пойдите и выпейте там кофе. И съешьте какой-то десерт. Это, ну, это не все деньги мира. Вы точно, вот вы точно можете себе позволить. Сколько бы у вас там сейчас не было на счету или в кошельке, вот кофе или чай и какой-то пироженка, вот какой-то десерт, пойдите и там спокойно, красиво, не спеша, еще хорошо, если вы с кем-то в компании придете. И вот там вот проведите эти полчаса времени. А потом можно туда спокойно прийти, пообедать, поуживать. И все как завертится, как закружится. Да, полистайте. Вот, как на нашей карусели. А можно еще сделать, допустим, ну, например, если там не ресторан, то, кстати, тоже очень классно. Пейте кофе и назначайте встречи в пятизвездочных, ну, или максимально звездочных отелях в вашем городе. В холле туда, смотрите, там вход для всех открыт. Там нет такого, что ты должен там, не знаю, показать ключи от номера и войти в отель. Нет, заходят все. Все вообще, всем и всем рады, слушайте. Вы туда приходите, и вам все улыбаются, с вами здоровы. Это вы такие, здравствуйте, здравствуйте. Просто придите там, ну, просто в холле можно сидеть. Можно пойти там в барную зону там или как-то. Но всегда в холле есть официанты, которые придут и спросят. Может быть, могу вам что-то предложить? Вы такие, да, предложите мне, пожалуйста, кофе или чай. Или там что-то. А что у вас есть? Они вам расскажут. Потому что, ну, это для этого построили эти отели, это для этого там много хорошего персонала, такого профессионального, чтобы вам подать вкусный, красивый, в красивой чашечке чай. И чтобы вы там провели время и пригласили туда друзей. А еще, возможно, там остановились в этом отеле. Ну, там и так далее. Короче, друзья, делайте это. Делайте эти шаги, потому что, а когда? А когда же это сделать? Жизнь летит. А когда попробовать этот вкусный кофе? А когда попробовать этот шикарный десерт? А когда попробовать это блюдо? А когда вообще кайфануть от жизни? Когда? Да, прямо сейчас все надо делать. Прямо сейчас. Спасибо, Верочка. Всех обнимаю. Спасибо, все получили обнимашки твои. Здесь еще в чате сейчас кто-то спрашивает, а сегодня все это еще можно делать? Можно? Конечно, ребят, все можно делать в любой день. Ну, во-первых, по поводу нашей волны, которую мы создали вчера. Сегодня все еще продолжается. И да, вот сама эта атмосфера, такая волшебная атмосфера и денежного новолуния, и всей этой энергии нашей, которую, понимаете, мы вместе творим энергию намного круче, чем все там новолуние и все остальное вместе взятое. Понимаете? Потому что в нас силы и мощи больше. Вообще человек настолько всего способен, мы просто не знаем всего нашего потенциала. Но как показывает практика, что этот потенциал раскрывается, когда ты начинаешь просто жить в удовольствии. Вот это потом отдельно, когда-то мы с вами поговорим, но каждый замечал это за собой. Поэтому сегодня, кто еще включается в волну, нашего такого в денежную волну, конечно, включаетесь сегодня, пополняйте себе потоки, запускайте себе новые. То есть вот таких внеочередных, там кто-то писал, что ой, я там только по четвергам пополняю, там в среду, по-моему, да, там. Ну ладно, сегодня пополню. Зачем ждать четверга? Зачем? То есть вообще вот не понимая этого принципа, пополнять нужно тогда, когда у тебя уже есть свободные деньги. Зачем ждать какого-то дня? Вот деньги у тебя лежат, и ты такой, нет, у меня же не сегодня график, у меня в четверг график. Блин, пополняй тогда, когда хочешь. Это тоже, понимаете, такой вот отдельный такой вот момент, что всегда пополняй, когда вот, я всегда об этом говорю, что свободные у тебя есть еще средства в кошельке, делай это. Если они у тебя там где-то, не дай бог, особенно лежат, где-то там пылятся, и ты на них там молишься, нифига ты, ну нифига у тебя не будет классного. Ну то есть ничего оно тебе не принесет. Нужно все запускать в поток, чтобы все вертелось, кружилось, и ты был довольный, и все у тебя было офигенно. Кто-то здесь писал дальше вопрос, что а что делать, если ты живешь от пенсии до пенсии, и сейчас секундочку, вот то, на что потоки запускать. Ребята, я в среду рассказывала, или когда, или в понедельник, не помню уже, на этой неделе я рассказывала свою историю, как я жила. То есть кто меня знает давно, то есть в какой-то момент жизни я находилась там на этапе, не то что там от зарплаты до зарплаты, а вот прям на таком жестком этапе, потому что хватало там даже, то есть у меня был момент, когда прям жестко очень приходилось, там даже что-то поштучно, знаете, такое там не покупать какую-то там большую упаковку, чего-то там поштучно там все брать, потому что все было распределено. Поэтому вам что делать в таком случае, кто находится в таком состоянии, что нет денег, ты там от зарплаты до зарплаты, например, а на что потоки запускать, если все уходит на жизнь. У тебя есть великолепная возможность сейчас изменить свою жизнь полностью, потому что у тебя есть самое главное, это твой кабинет, это инструмент, который будет тебе переносить кучу денег и вообще все-все-все остальное. У тебя есть кабинет, в этом кабинете есть описание всех потоков, у тебя по-любому есть какой-то небольшой уже поток создан. Значит, что при этом? Когда у тебя появляется возможность что-то где-то там саккумулировать, еще какие-то средства, подумай, где ты можешь еще их получить. И, знаете, вы даже просто еще не пытались подумать, где вы их можете еще взять. Это у вас там продажа чего-то, это какие-то там возвращения вам долгов там каких-то, это еще там что-то. То есть их по-любому у вас где-то лежит на черный день, поэтому вот это все с черного дня нужно превращать в белый день, в белый радостный, счастливый. То есть первое – это аккумуляция где-то там своих вот средств, потому что я тоже жила от зарплаты до зарплаты, но тысяча долларов у меня лежала под матрасом. То есть у меня был период жесткой такой вот экономии или такого жесткого расчета там от зарплаты до зарплаты, но тысяча долларов у меня все равно лежала. Вот, поэтому это я знаю тоже. То есть в таком состоянии есть ли. Ну и следующий момент – это есть твой кабинет, в котором есть описание всех потоков, описание всего-всего. Показывай этот кабинет людям. Выходи в люди. Нет денег – выходи в люди. Ребят, все деньги мира, знаете где? У людей. Все деньги мира, они не закопаны где-то, они не в пещерах спрятаны или там еще. Все деньги мира у людей, и деньги всегда вращаются между людьми. Поэтому если тебе нужны деньги – иди в люди. Самое главное правило – нужны деньги – иди в люди. Следующий момент – с чем идти в люди? Что им представить? Что им показать? Покажи им свой кабинет кэшфлоу. Представь им программы наших денежных потоков. И ты увидишь, как тебе на голову просто начнут сыпаться деньги сильным ручьем. То есть все необходимое и все основное у тебя есть уже сейчас. Тебе просто нужно идти туда, где деньги. То есть чего тебе не хватает? Деньги не хватает. Иди туда, где они есть. Деньги где? У людей. Иди в люди. Что показать людям? У тебя есть что показать? У тебя есть самый крутой механизм и самый крутой продукт или как еще можно назвать его? Самый крутой товар или еще что, который можно представить людям. Вот и все. Поэтому представляете людям, показываете и получаете очень щедрые бонусы, которые есть, комиссионные бонусы, которые предусмотрены системой. Ведь это тоже наши бонусы. Это система у тебя появления денег. То есть откуда они у тебя будут появляться? Через бонусы. Это тоже один из таких классных у нас такой часть и инструмент, откуда ты можешь брать деньги и где и как. Очень легко и очень просто. Иди показывай. Следующий момент. А как это делать? Выходить в люди показывать? Ну тут уже твоя практика. Тут опять-таки твоя смелость. А смелость на что? Не смелость выйти в люди, а смелость зажить хорошо, смелость разрешить, чтобы тебе в кабинете накапала куча бонусов, и ты на эти бонусы жил офигенно, а не продолжал и дальше выживать, просто выживать от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии или все остальное. Иди в люди. То есть, знаете, нет, не буду сейчас говорить, отдельно вам потом когда-то скажу, но вот, ну давайте коротко. Вот я не понимаю тех людей, которые говорят, что вот нет денег, и они не знают вот как их брать и где их брать. Они просто не хотят. Ну все, то есть, вот они просто не хотят. То есть, ну на сегодняшний день, ну вот нет такой ситуации, чтобы у тебя вот прям, ну вот ничего-ничего не было. То есть мы все, тем более мы с вами, ребята, мы вообще умеем крутиться, мы умеем там вертеться. Так и все. Просто начни крутиться там, где эти деньги есть. Начни крутиться в денежных потоках. Не крутись где-то там, где что-ли, ничего тебе не приносит, а крутись там, вот именно начинай крутиться в денежном потоке. Все перевкладывать, довкладывать, пополнять, новые создавать, бонусы получать. Я вам рассказывала, как я раскрутилась. Я раскрутилась за очень короткий промежуток времени. И мне понадобился там, наверное, вот первый год для того, чтобы ну вот точно все вот прямо осознать, что все, теперь я вот зажила по-другому, потому что у меня были очень такие глупые привычки из прошлой жизни. Ну это все отпечаток, конечно, твоей жизни, твоего детства, твоего юности, взросления и все остального. Вот именно там в материальном плане. Ну и мне понадобился целый год, чтобы все полностью изменить в своей жизни. И в то же время, ребят, всего лишь за один год можно свою жизнь изменить кардинально на 180 градусов. А я знаю людей, у которых это получается еще быстрее. У меня был просто тяжелый случай. А можно все делать еще быстрее. Свою жизнь изменить полностью до неузнаваемости. Такая жизнь, что ты даже никогда не мог себе представить, что когда-то ты можешь себе жить. Ты даже боялся фантазировать себе о такой жизни. Поэтому смелость нужна на твои фантазии, о своей классной жизни. И смелость именно уже шагнуть туда и жить. Вот так офигенно и классно. Есть это? Ага, да. Кто-то пишет, всем рассказывайте, ведь спрос не бьют в нос. У нас шикарный инструмент в нашей потоке. Согласна, Елена. Именно рассказывать другим людям. А уже как рассказывать? Обращайтесь к вашему наставнику, к вашему лидеру. Скажите, мне нужны деньги. Я обожаю людей, которые пишут с такими запросами. Мне нужны деньги. Расскажите, что делать? Вот именно так подайте запрос своему наставнику. Не надо там плакать, не надо ныть, что вот я стараюсь, мне не получается, там еще чего-то. Нифига ты не стараешься. То есть, если у тебя что-то не получается, стараешься или не в ту сторону, или не так. Нужно просто по-другому теперь стараться. А тебе скажет твой лидер именно, что ты не так делаешь. Просто обратись к нему и скажи так. Мне нужны деньги. Я уже задолбалась так жить. В общем, я там что-то делаю, что-то у меня не получается, но рассказывай, как надо делать. И самое главное, потом делать так, как тебе сказал лидер. Самое главное, потом делать то, что я вам говорю. Я же вам всегда четко говорю, что надо делать. Делайте так. У нас еще один гость на зарядке. Наконец-то, Юлия Якуня. Включай, включай микрофон. Юлечка, ну что ты там вчера? Куролесила? Конечно. Как завертела еще свои потоки? Порассказывай. Да, я, конечно, всегда регулярно делаю взносы во все потоки, на всех платформах, но вчерашний день я, естественно, не могла пропустить, потому что 6.06 на Валуне это очень мощный, благоприятный день, такой мощной энергии, да, для запуска наших денежных потоков. вот это планета Венера, да, это планета комфорта, красоты, любви, денег, гармонии, вот, и сейчас можно это продолжать делать, естественно, еще с 6 июня по 16 июня будет действовать очень сильная такая мощная энергия роста, вот, и нужно обязательно эти дни зафиксировать у себя в кабинете. поэтому я вчера, конечно же, сделала, еще нарастила себе растущий поток на миллион, да, миллион в поток это как, знаете, зубы почистить, сходить, вот, это все легко делается, потому что для чего мне столько денег, да, почему я делаю взносы, потому что очень много всяких разных планов и целей, сейчас, допустим, мы с мужем выбираем детский лагерь для наших старших детей, для двух, вот, естественно, он самый будет лучший и на это нужны деньги, вот, также мы запланировали поездку с семьей летом, вот, поедем путешествовать, тоже на это все нужны деньги, вот, помимо этого у нас строители делают ремонт внутренней работы, вот, и все это в процессе у нас, мы себе не отказываем в отдыхе, да, и параллельно у нас делается тут все движуха, вот, поэтому вот так вот получается, все хорошо, все довольны, рады, вот, и, конечно же, и другие ребята у нас мотивируются, вот, вчера писали, что, ой, Юля, ты меня там вдохновила, вот, тоже там на миллион рублей я там взяла в растущий поток, некоторые ребята там писали, вот, я в стартовые там новые себе запустил, курс очень хороший, приема, да, у нас на площадках, вот, поэтому все движется, и вот еще муж хочет, пошли. Ух ты, Паша, привет. Привет, привет, муж объелся, груш. Я что хотел сказать, вот, вы все там взносы делаете, вот, у вас там миллионы, миллионы, это все, конечно, хорошо, это все, конечно, круто, но круче, когда ты идешь по белоснежному пляжу, и сверху на парашюте приземляется вверх обтенец, обнимает тебя, берет у тебя кокос из руки, глоточек сделала, и пошла дальше, вот это круто, круто, когда ты вечером танцуешь там, или там, там, ребята у нас там пару водных мотоциклов сломали, Галя Денисенко пошла, их выкупила там, или там круто, когда ты там летишь в бизнес-классе 10 часов, а потом тусишь месяц там в пятизвездочном отеле, и вообще, ну, как бы, ни в чем себе не отказываешь, вот это все круто, а что касается наших, да, вот, вот, историй, да, сейчас наверняка же, наверное, мы давно, но я давно не выступал, и много очень новичков, и многие, допустим, не знают, да, вот этого, но я вам скажу одну такую главную вещь, как вот, не то чтобы история, да, вот рецепт, да, вот нашего успеха, все очень просто, нужно просто повторять все за нашими лидерами, то есть то, что лидер вот делает, да, и нужно повторять то, что вот он делает, и вообще полностью копировать, и ничего нового не придумывать, вот это самое важное. если там, допустим, там лидер выпустил пост, да, там скопировал там текст, отредактировал его там, сделал там картинку, выпусти тоже там пост там, или там что-то похожее сделал, если там видео записали, тоже там повтори, то есть нужно повторять, не даром же говорят, вот продвинутые маркетологи, да, вот эти вот продюсеры, что тренд какой-то выскочил, допустим, там на ютубе, и все начинают как обезьяны там его повторять, вот, и такие видосы выстреливают, и тут тоже не надо ничего придумывать, делайте то, что делаем мы, и все, вот, и все у вас будет хорошо, а сидеть и ждать с моря погоды, да, там, и ставить там заявку на вывод, там, 10, там, 20, или там даже 1000 евро, там, в неделю, блин, ну это вообще смех какой-то, я не знаю, вот, я скажу такую вещь, вот последнюю, да, вот, мы обязательно все с вами встретимся скоро, вот, обязательно все затусим, и давайте это, без вот этих вот ваших вот страхов, выключайте вот эти все кнопки ваши, вот, делайте большие взносы, и, как-то я помню, Юля разговаривала по телефону, недавно с кем-то общалась, и она говорила, ну, где вот, где вот брать деньги на потоке, Юля говорит, вот, откуда бы у вас не пришли деньги, все их прогоняйте через потоки, неважно, это там, продал что-то там, или зарплата, или там наследство, или что-то там еще там, все через потоки прогоняйте, и все, не нужно ничего бояться, все, всем привет. Паша, теперь у нас только дресс-код на встречу, так, приходите на встречу, только, пожалуйста, без вот этих вот всех ваших страхов, и все. Класс. Благодарю тебя, Боже, спасибо, выходи почаще в эфиры, слушай, тебя интересно слушать, у тебя классные эти, квинтэссенции всех наших выступлений, ты их собираешь и делаешь этот концентрат. Ребята, все, что сказал Паша, все таки надо делать, и все, что он рассказывал там про, как эти, про парашюты, про кокосы, про гидроциклы, все тоже правда, все таки было, и мы с удовольствием это повторим, и придумаем еще что-то другое. Кстати, друзья, запускаю вот эту мысль для формирования нашей реальности. Я, как это, запускаю идею нашего такого крутого и прекрасного яхтинга. Вот, чтобы мы крутой командой, классным составом, на офигенных яхтах, или, может быть даже, там, не знаю, может, я вот скоро еще выучусь на капитана, буду вас катать. Ну, ну, это будет вообще прикольно. Смотрите, а кто у тебя водитель яхты? Ирина Мерченко? На минуточку. Ого, представляете, какая вера компетенция, если у нее водитель яхты, Ирина Мерченко. Представляете, какая вот у нас красивая яхта? Да, ну, будет все. Ну, оно уже все есть, просто наша задача туда, туда прийти. Друзья, кому нравится такая картинка, кому нравится такое, такая идея, все, начинайте об этом тоже думать, мечтайте, и вы точно туда попадете, точно присоединитесь, и точно будете с нами, с нами в команде. Ну, все. День, да, здесь пишут чат, господи, я должна быть с этими людьми, я должна с ними повидаться, должна с ними увидеться, познакомиться. Пожалуйста, все будет. Дальше кто-то там писал, я здесь только три недели, но все, я не собираюсь останавливаться, не собираюсь еще чего-то. Ребят, вот именно так, я вообще восхищаюсь теми людьми, которые вот с нами там несколько дней, неделю, вот, вот, вот такие вот еще пока новички, но вы такие уже готовы фигачить по полной. Я восхищаюсь решительностью таких людей. Я была именно такой, я для себя решила с самого первого дня. Во-первых, если я сюда пришла, я сюда пришла для чего-то. Если я пришла за другими возможностями, чтобы у меня было больше денег, естественно, и вообще они у меня были постоянно и всегда, потому что я очень быстро увидела, что здесь деньги есть, отлично, значит, у меня они здесь тоже будут. И в следующий момент я смекнула, что мне нужно делать, чтобы у меня они были, делать то-то, то-то, то-то. И я фигачила с первого дня, я для себя так решила. А иначе для чего еще я сюда пришла? Проверять там как-то робко, еще там чего-то. Да нет, это опять-таки смелость жить. И тогда в твоей жизни, вот если так обратить внимание, вот какое вот поведение, и в твоей жизни же все остальное тоже так происходит. Это у меня прям есть отдельная с вами тема разговора, я вчера уже даже так себе там в голове прокрутила, вот, потому что так и есть, это жизнь. Потому что все, что мы делаем у нас, и ты замечаешь потом, что в жизни в твоей происходит именно так. То есть если я решаю, что у меня будет так-то, 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 а я погнала. Если я здесь, я решила, что здесь у меня будет все офигенно, поэтому я фигачу по полной. Что значит останавливаться? Да нифига подобного. Попробуйте, остановите. Нет, конечно. Что значит там как-то робко, скромно там стесняться, или там как-то там не смело что-то там такое делать? Да нет, погнал себе, фигачишь, и все у тебя получается. Так и в всех других вопросах. Решил себе там что-то, вон люди, когда мне рассказывают, что они там жилье ищут месяцами, я говорю, вы что, прикалываетесь что ли? Я говорю, у меня вообще времени на это нет. Я увидела, пришла, взяла, все. Или там кто-то расскажет, что да нет, это так сложно такое вот это там искать. Я говорю, да вы как-то прикалываете. Я говорю, вы какие-то мазохисты себе придумываете такую фигню. Да нет, нет. Я говорю, у меня на эту всякую чепуху, времени нет, и вообще я и не хочу таким заниматься. Вот так сразу. И потом все люди удивляются, Ирина, а как у тебя так получается? Вот как? Как так? Вот ты пришла, сразу взяла, вот ты пришла, сразу получила, вот ты приехала, мы там месяцы стоим, чтобы там, ну там, что-то сделать, например, а ты вот приехала такая на пять минут и сразу все сделала. Говорю, ребят, это все от твоей позиции в жизни и от твоей решительности, делать или не делать. С деньгами точно такая же штука. Как только я для себя решила, что деньги у меня будет всегда, на все, много, столько, сколько мне вообще надо, и раскручиваю свою фантазию дальше, все, все летит. Поэтому реши себе и самое главное, потом делай, потому что если просто сидеть ровненько, ничего не делать, конечно, ничего и не будет. А все, что мы получаем, это результат наших действий каждый день и результат нашего выбора, что мы выбираем, в какую сторону, в эту или в эту. Поэтому делаем свой выбор каждый день в правильном направлении, в рост, в развитие, процветание, в твое личное и всего нашего сообщества. Потому что когда процветает каждый наш участник, то процветает все наше сообщество. И поэтому если ты здесь, то ты просто обречен на успех. Мы тебя заставим быть успешным и богатым. Люблю вас, ребят. Целую, обнимаю. До встречи в понедельник на новой зарядке и вместе начнем новую крутую неделю. Всем кибомки. Пока-пока. На связи была, как всегда, с вами Ирина Лерченко. До понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ирина Лерченко. Редактор субтитров А.Егорова